Сейчас мы поговорим с начальницей этого хранита, которая согласилась вас принять. Пойдем. Когда был открыт ваш приют? Приют открылся в августе 2008 года, но естественно за всем этим стоит огромная работа. Мы написали петицию и собрали 6000 подписей за месяц. Предоставили это мэрам городов. Было очень много работы, так как не так просто построить приют. Сколько у вас животных? Около 120. Если у вас пожилые животные? Да, конечно. Если у вас особенные животные? Конечно. У нас есть особенные собаки. Собаки с фобиями, агрессивные собаки. Наш приют современный. У нас существуют специальные места для таких животных. Поэтому с такими собаками сотрудники приюта работают в полной безопасности для себя. Собака же может выходить свободно, опять же без риска для кого-либо. Есть ли у вас собаки с проблемами со здоровьем? Да, конечно. Например, он мой любимый Дзеро. У него врожденный порог. Мы его кормим специальными кормами, чтобы он хорошо себя чувствовал. У нас есть собаки с лешманиозом. Сейчас к нам попал старичок. Он слепой. Сложно ли найти новых хозяев собака? Нет. Мы отдаем семьи много собак. Около 100 собак в год. Сложность состоит в том, чтобы найти подходящую семью определенной собаки. Свободно ли люди принимают в семью особенных животных? Мало кто. На какие средства был построен ваш приют? Итальянский закон предусматривает наличие приюта на территорию города. Санитарного приюта и приют, который занимается определением животных в семью. Президент нашего национального общества защиты животных в свое время предложил взять кредит и построить приют. А государство, местная власть, будет работать с нами, пока мы не выплатим кредит. Этот приют, который был построен почти 10 лет назад, извините, выпью глоток воды. Через 11 лет привезет к государству. Государство нам дало землю и все необходимое разрешение на стройку приюта. Исполком, то есть местная власть, обязана иметь приют, куда будут доставлены бездомные собаки. Потому что в Италии собаки не убиваются. Это запрещено законом. Потому что в Италии собаки не убиваются. Это запрещено законом. Исполком оплачивает установленную сумму. В нашем случае очень низкую. А точнее 3 евро в день на собаку. Какова роль ветеринара в приюте? В Италии в приюте по закону должен быть ответственный специалист. Он получает зарплату, конечно же, так как является специалистом и работает. Каждую неделю он приезжает осматривать животных, вакцинировать, стерилизовать, лечить. Далее все то, что необходимо для здоровья животных. Если вдруг не находится семья с животными, что с ним происходит? Собака будет жить здесь, в приюте. Он, например, пока не нашел семью, он живет со мной, здесь. Но тем не менее в нашем приюте собаки не сидят в заперти. Они много гуляют, две прогулки в день, как минимум. Есть также места для дрессировки. Там, где они воспитываются и бегают в полную безопасность. Также наши волонтеры их выводят за пределы приюта, выгуливают их в городе, возят в машине, посещают семьи. Мы стараемся им организовать достойную жизнь, насколько это возможно. Что ждет человека за жестокое обращение с животными? Защищены ли законом животные? Теоретически, да. Существует штраф. За жестокое обращение есть статья Уголовного кодекса. Но не всегда просто доказать вину человека. Часто им удается уйти от ответственности. Как вы думаете, с чего начать, если нет приютов, нет средств на приют? Что делать? Я считаю, что в данном случае, как, например, в Меридиональной Италии, нужно начать работу по стерилизации животных. Для собаки, рожденной на улице, приют не вариант. Для такого животного это будет пыткой, смертным приговором. Она просто будет там мутиться. Поэтому нужно работать в другом направлении. Определить квартальные зоны, где за собаками будут следить люди, где собаки будут стерилизованы, таким образом не будут рождаться новые животные. Они не будут беспокоить людей. Собаки, живущие на свободе, при наличии еды, минимального ухода, совсем не опасны. Они не создают проблем. Конечно, если все время рождаются новые и все хотят кушать, тогда да, это большая проблема. Благодарю синьору Луиджину за предоставленную информацию и время. Спасибо ей огромное за все то, что она делает для этого приюта. А также выражаю мою благодарность всем волонтерам. Волонтерам доброты и мне посвящается. Мои комплименты вам. Вы делаете замечательное и огромное дело. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...